Приветствую вас. Первое, с чего мне хотелось бы начать свой ответ, это то, что вы не написали, сколько времени вы знакомы со своим молодым человеком. То есть, вот вы говорите, что вы познакомились с ним, начали проводить время, но как это давно происходит, как долго происходит, вы не написали. Это очень важный момент. Потому что мужчина может говорить знакомым о чувствах к вам. Он может все что угодно говорить, но если человек сам для себя внезапно решил, что, например, он поспешил с тем, что вот с вами в отношениях, находиться, например, подумал, что отношения его слишком сильно затягивают, то никто не мешает ему совершенно спокойно от вас отдалиться. Это вот один из моментов. Второй момент. Мужчина не хочет действительно показываться вам слабым. Только вот у него есть такой пунктик, что он, видимо, не хочет посвящать вам свои проблемы и хочет, чтобы вы думали, что у него всегда только лишь все хорошо. И это не очень здорово именно с той точки зрения, что вам будет с этим человеком тяжело, потому что он не доверяет вам пока еще до конца, видимо. И не доверяет он вам. Причина, причина такого недоверия, она, к сожалению, мне не очень понятна. Потому что если вы говорите, что у вас взаимная симпатия есть, то непонятно, почему мужчина вам не доверяет. А если доверия нет, то либо его не было изначально, и тогда с этим ничего не поделать. То есть нельзя заставить человека доверять вас. Это невозможно. Доверие либо есть, либо его нет, либо его нужно добиваться, завоевывать. И тогда мы здесь говорим о том, что вам не нужно давить на своего мужчину сейчас. Особенно, если вы знаете, что у него там, может быть, какие-то проблемы дома. Или неважно даже, неважно, что у него, неважно, почему он так себя видел, да. Главное, что он сейчас не хочет вас, как бы, впускать в свою жизнь. Этот выбор нужно уважать, потому что это личностный выбор человека, в данном случае, конечно. И личностный выбор человека, вам необходимо к нему прислушиваться. Это первый момент, первая важная деталь, о которой я хотел сказать. Второй момент заключается в том, что вы пишите о том, что вам не нравится это. Смотрите. Вам не нравится что? Вам не нравится, что мужчина перестал проявлять к вам вот ту симпатию, ту симпатию, которую проявлял раньше или что? А вам не нравится, что мужчина перестал действовать, так как он действовал до этого? Получается, что у вас есть четкое представление о том, какими должны быть ваши отношения. И это, к сожалению, тоже не есть хорошо. Дело в том, что если вы человека любите, то вам нужно, по крайней мере, стараться, пытаться принимать его таким, какой он есть. И важно этому следовать, потому что если вы сейчас будете ему предъявлять претензии еще больше, это его только от вас еще сильнее отпугнет, отдалит и так далее. Это вот еще такой, на мой взгляд, очень важный момент, о котором нужно сказать. Далее. Вы пишите, значит, что вы привыкли к нему. Привычка означает, привязанок означает наличие определенных потребностей, которые вы пытаетесь реализовать в этом мужчину. Привычка в данном случае также является следствием того, что вы расширили свое сознание. Это нормально, что вы расширили свое сознание, но не нормально, что вы требуете все это от человека. И я потому спросил у вас, сколько времени прошло с вашего знакомства, потому что это очень важный момент. Дело в том, что если вы привыкли к мужчине за достаточно маленький срок общины, то это говорит о наличии у вас сильных потребностей, которые вам нужно реализовать самостоятельно. Если срок прошел достаточно большой и вы привыкли к мужчине, это понятно можно, но и вам следует понять, что от мужчины в такую зависимость, а вы сейчас переживаете именно зависимость, потому что привыкли к нему. Теперь получается он вас лишает того, к чему вы привыкли. Так вот, такую зависимость испытывать от человека ни в коем случае нельзя. Значит, может ли быть причиной его отношения к вам проблемы дома? Конечно, могут быть, но тут нужно понимать один важный нюанс. А если мужчина бы вам доверялся, то он бы, скорее всего, посвятил бы вас вашим проблемам. Это нужно понимать. А так получается, что у мужчины есть проблемы, и он в эти проблемы вас не посвящает. И причина, по которой он это делает, причина, по которой он не посвящает вас в свои проблемы, является ключевой. Либо не хочет, потому что считает, что должен быть для вас сильным, всегда сильным. Либо недостаточно вам доверять. И первое означает, что у вас всегда будет очень четкое разделение в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть, вы всегда будете занимать определенную позицию только по отношению к нему. И он не позволит вам подняться, он не позволит вам как-то по-другому себя проявлять. Вот он как бы определил для вас некую границу, определил для себя некую границу, и все. Больше вы, по его мнению, не должны, не обязаны и не можете себя проявлять именно по отношению к нему. И если вам это не нравится, если вас это не устраивает, то ваши отношения пойдут на нет. Но лучше будет, гораздо, гораздо лучше будет, если вы об этом как бы сейчас, в данный момент, в данное время, если вы об этом сейчас как-то поговорите, если вы для себя хотя бы этот момент решите. И для вас станет ясно, готовы ли вы жить так, как мужчина вам сейчас диктует или нет. Вы можете сказать ему о том, что, ты знаешь, дорогой, я понимаю, что у тебя дома проблемы, я понимаю, что тебе тяжело сейчас, я понимаю, что у тебя трудности. Но я не хочу чувствовать себя брошенным, я не хочу чувствовать себя покинутым. Если у тебя проблемы, скажи мне, пожалуйста, давай поделись, как бы я тебя поддержу. Но ты сейчас заставляешь меня чувствовать себя так, что я тебе не нужна, и мне не нравится это ощущение. Об этом вы имеете право сказать человеку, но только одними раз. То есть дать ему понять, что вот он своим поведением вредит вашим отношениям. И если он вашими отношениями дорожит, он изменит свое отношение к вам, он станет по-другому немножечко себя вести. Может быть он решится на что-то, может быть он как-то еще свою позицию вам обозначен. Но тем не менее, если вы его волнуете, то он как бы какую-то активность проявит. Если же нет, это означает, что вы для него не так сильно важны, а это значит, что не стоит на этого человека терять свои нервы и тратить свое время. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok